Всем привет, друзья! Это Красава, и за героем сегодняшнего выпуска вы точно будете пристально следить весь сезон! Чемпион мира, самый дорогой немецкий футболист в истории по сумме всех его трансферов и новая звезда московского Спартака! Андрей Шурли на канале Красава, погнали! Добро пожаловать в Тарасовку! Thank you, thank you! Ты приехал за кэшем или за футболом? Для меня лично это реально пиздец. Жозе Мауриню Красава или му**? Андрей, welcome to Russia! Красава! Красава! Семья Андрея Шурли еще не переехала в Москву, поэтому он живет в гостишке. На часах 7 часов 29 минут. Пойду его будить, потому что пришло время ехать в Тарасовку на тренировку своей команды. Я надеюсь, что это будет не самый худший день в его жизни в компании русского футбольного блогера. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Как дела? Все хорошо! Меня зовут Сава. Я русский футбольный блогер. Ну и, честно признаюсь, очень херовый бывший футболист. Готов? Готов-готов! Погнали! Андрея Шурли. Страшно. Коллекция охранников строгих. Андрей, это самое твое холодное лето в жизни? Уму непостижимо. Да, самое холодное. Когда я был в Берлине, там было плюс 35, а здесь всего плюс 15. Холодно, но нормально. Мне не нужно слишком много солнца. Ты несколько дней уже в Москве. Что тебя впечатлило больше всего? Здесь все огромное. Все очень большое. И город очень красивый. Ты когда-нибудь в своей жизни добирался до футбольной базы в полтора часа? Да, в Лондоне. В Лондоне я жил в самом городе. И это довольно далеко от Челси. Так что на машине я добирался где-то за час, час 15. Так что мне знакомы большие дистанции. Окей, окей. Let's go, let's go. Здрасте, маршрутка до Тарасовки? Андрея, твоя супруга из Казахстана. Что она тебе рассказывала про Россию перед тем, как ты сюда приехал? Не очень много. Она сама была в России всего пару раз. А ее мама и папа жили долгое время в Казахстане. Но пару вещей я знаю. Пару блюд русских знаю. Мама моей жены иногда готовит блюда из русской кухни. Так что да, это очень вкусно, очень вкусная кухня. Вот я, кстати, здесь был. В этом русском ресторане. И мне там очень понравилось. Я там прямо наелся до отвала. Часто бывает, что футболисты переезжают туда, откуда их жены. Есть хоть один шанс, что ты когда-нибудь переедешь в Казахстан жить и, может быть, даже попылишь в их чемпионате? Не думаю. Я так не думаю. Мне здесь все нравится. Может быть, когда-нибудь съезжу в Казахстан просто посмотреть, откуда она. Но чтобы играть там в футбол? Нет, я так не думаю. Ты в Москве уже был. В 2015 году ты приезжал с Вольсбургом играть против ЦСКА и даже забивал галешник. Что ты запомнил от той поездки, что тебя впечатлило? Наверное, больше всего запомнилось то, что было очень холодно. Очень темно. Мне кажется, часа в два уже было темно. Ну и, собственно говоря, конечно, я запомнил, что мы выиграли в той игре, а я забил гол. Это был очень хороший вечер, да и вообще хороший день для меня. Кого из игроков ЦСКА ты запомнил по той игре? Ну вот вратаря я знаю, Акинфеева. Я его давно уже вижу. Он давно играет за сборную. Наверное, выделю его. Перед тем, как приехать в Россию с экс-игроками сборной Германии, с своими партнерами Курани, Хеведес, ты советовался, ты созвонился, что они тебе говорили? Да, я пару раз звонил Хеведесу. Он мой хороший друг. И мы, кстати, здесь с ним скоро увидимся. Он мне рассказывал, что в России все прекрасно. Говорил, что красивый город, хорошие рестораны. И что люди здесь очень дружелюбные. Алла Пугачева, миллионы, миллионы. Аллы Хросс. Бабушкины песни. Да ладно, ну просто расслабиться после долгого дня. О, катастрофа. Андрей, твоя жена говорит по-русски. Сколько русских слов ты знаешь? Немного совсем. Чуть-чуть. Я говорю по-русски. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Очень чуть-чуть. Окей. Ты знаешь русский мат? Это первое, что учат все иностранцы. Вот реально самое первое, что учат, это, блин, русский мат. Плохие слова, да, знаю, но говорить не буду, потому что, когда я их произношу, моя жена или ее сестра говорят, что таких слов даже на немецком нет. Невозможно перевести на немецкий. Настолько эти слова плохие. Что ты слушаешь, когда едешь на матч? Вот ты ехал на матч с Динамо. Три топ-трека от Андреа Шурлера. Такая смесь хип-хопа и чутка хаоса. Три топовых трека на данный момент. Я много слушаю Дрейка. Мне нравится его трек Headlines. Джиджо Агустина In My Mind. И еще одна. Сейчас чекну свой плейлист. Опа. Опа, оба, оба. Миллионы, миллионы. Нет, нет, нет. Алла Борисовна, вас слушают даже чемпионы мира по футболу, а? Что? Джуз Ворлд. Ледженд. Вот такой у меня плейлист. Немного релакса. Эд Широн. Я не знаю, кто в Спартаке, кстати, отвечает за музыку в раздевалке, кто диджей в раздевалке Спартака. Но перед матчем с Динамо, как музыка была в раздевалке? Хорошая или говно? Если честно, так себе. Окей, но там была только русская музыка, русский рэп и все такое. Я вообще ни слова не понял. Но ничего так было. Я не знал, кто был диджей в раздевалке. Я не видел, кто ставил музло с телефона. Андрей, был хоть один человек, который тебя отговаривал ехать в Россию? Нет, не было такого. Просто из-за того, что Россия такая большая и так мало про нее известно. По крайней мере, в Германии. Моя мама спросила меня, точно ли я там буду себя чувствовать хорошо. Но так, чтобы она говорила, не надо не еть, такого не было. Ты уже находишься, не знаю, там сколько, неделю с командой, тренировался, сыграл матч против Динамо. Кто тебя из твоих партнеров впечатлил больше всего на тренировках? В эти выходные точно впечатлил наш вратарь, Максик. Он отлично играл. Максименко! Максик, не зазнавайся только, блин. Андрей, нельзя так говорить Максику. Он молодой парень, у него сейчас все, он суперстар. Не-не, я потом верну его с небес на землю, обещаю. Кстати, на кого ты последнего в инстаграм подписался? Это был наш новый игрок Джордан Ларсон. Вот на него я подписался. Просто посмотреть, чем он занимается. Он очень молод, и здесь, в Москве, ему нужно сохранять спокойствие. В Москве девушки очень специфичны. Когда приезжает суперзвезда с большими деньгами в большой футбольный клуб, их главная задача, чтобы как-то тебе понравиться. Скажи честно, тебе в инстаграм уже русские девчонки писали в директом, типа, Андрея, привет, давай познакомимся. Вот сюда посмотрите, пожалуйста. Не надо так делать. Я жена, женат. И моя жена смотрит мой инстаграм. Ты сам ведешь инстаграм, да? Добро пожаловать в Тарасовку. Добро пожаловать в Тарасовку. Андрея, самая крутая база, на которой ты был. В какой команде это было? Челси. Челси, да? Челси – это просто чума. 35 полей, и все тренируются там. От мала до велика. Так, мячи. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это расписаться надо кому-то, да? Обязательно. Андрей, пожалуйста. Это игрокам, а вы, да, маленькие. Вы не знаете? Андрей, что надо делать? А посылка. А, посылка уже есть? Чус. Чус, да. Так. Да, Андрей, можете расписаться. Скажите, пожалуйста, а Андрей сейчас первый приехал на базу, или кто-то из игроков уже есть? Нет, она уже есть, вот я его видела. Ой, привет, как дела, брат, а? Нормально? Ты видел, чемпиона мира вам привез. Здорово. 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 Здорово, брат. Блотес? Да. Мы разрешили поснимать, как сдают кровь Андре Шурли. Прикольно. Они меня сняли. Они меня сняли. Какого цвета кровь у чемпиона мира, посмотрим. Так. Обратили внимание, позитивный, даже когда сдают кровь. Причем он должен быть негатив. Во! Если они взяли слишком много, я тренироваться не буду. Андре, с кем из игроков Спартака ты сразу подружился? Ну, конечно, из-за языка мой немецкий приятель. Тоже очень молодой и приехал сюда в Москву. Мальком в аду. И с жиго с французом тоже дружим. Языковая разница чувствуется. Но чем больше я учу русский, тем больше начинаю дружить с русскими ребятами. Поэтому я очень жду, когда смогу посвободнее заговорить. В России обычно на базах, с кем ты живешь в комнате, тот твой самый лучший друг. С кем живешь в комнате, ты? Вот с этим парнем живу. Я не знаю, рано еще говорить. Я всего один раз тренировался с командой. И со всеми еще толком не познакомился. Кто в твоей карьере был самым лучшим футбольным другом? Есть. Марио Гетци. Он вообще мой самый лучший друг в мире. Мы дружим не только на поле, но и за его пределами, конечно. Мы вместе в отпуск ездим с женами. Он очень хороший друг. Финал чемпионата мира. Твоя шикарная передача. Марио Гетци забивает победный гол. Что ты ему говорил после игры? Потому что ты очень долго что-то ему говорил. Ты помнишь те слова? Я не помню, что конкретно я говорил. Но это была особая ситуация. Для него это был очень тяжелый чемпионат мира. Мы всегда тренировались вместе, бок о бок. Мы понимали, что вот-вот настанет наш звездный час. И мы должны быть к нему готовы на все сто. И я сказал, что вот оно, то, к чему мы шли так долго. Я отдал пас, он забил. И мы теперь чемпионы. В карьере любого игрока это самый важный момент. Но точных слов, которые я говорил, я не помню. Это был просто сногсшибательный момент. Что это такое? Не, подожди. Вот почему говорят, там, грузины, там, это. Одни из самых первых на базе. Не, бери. Знаешь, я профессионал. После крестау профессионал. Красава! На следующей неделе я лечу в Шанхай. На главный киберспортивный движ этого года. Турнир по Dota The International 2019. Я совсем недавно стал погружаться в индустрию киберспорта. И чем больше я про нее узнаю, тем больше я реально офигеваю. Вот, например, пара цифр про мероприятия в Шанхае. Призовой фонд турнира более 32 миллионов баксов. Это же целое состояние. Победители получат 45,5% от общей суммы. То есть приблизительно 15 миллионов долларов. Если бы моя мама знала, что когда-нибудь за игру на компьютере будут платить такие деньги, вряд ли бы она ограничивала меня в этом виде досуга. Всего на International будет участвовать 18 команд. И я, конечно же, буду отчаянно топить за единственную российскую команду. Virtus.pro. Судя по новостям, в Шанхае сейчас большие проблемы с погодой. Но если верить прогнозу к моему приезду, там будет уверенно за 30. Учитывая градус турнира и градус на улице, ребята из Акс выслали мне свою новинку. Акс Ice Chill. Аромат бомба и реально охлаждает. Но мой любимый аромат уже давно в тренде и давно легендарный. Акс Dark Temptation. Я просто обязан заехать в магазин и купить его до вылета. Переходим по ссылке в описании на страницу спецпроекта Акс и Sports.ru, где можно наблюдать все мои видосы из Китая. А пока там можно придумывать, оставлять разные варианты челленджей для меня в Шанхае. Самый бодрый челлендж я выполню в одном из своих выпусков. Ну а автор получит супер приставку PS4 Pro. Ну что, жду ваши варианты, а я двигаюсь дальше. Смотрите, восстановление сразу после игры или тренировки. Вода, типа стретчинг, витамины, фрукты, лед. Почему-то зоба только здесь сразу на фотке. Компрессионные носки, мощный обед или ужин. И кровать. Вот то, что нужно делать для того, чтобы быть, как Андрей Шурли, чемпионом мира. И играть в Спартаке, правильно? Правильно. Какие позитивные люди в Спартаке работают. Я Женя. Я Галина. Очень приятно. Есть у вас один какой-нибудь любимый футболист сейчас в команде? Самый, самый улыбчивый? Кто? Самый лучший? Ребро. Ребро, да? Да. Он самый старенький у нас остался. Темочка, дедулька ты наш. Вот эти штучки, это датчики, которые вешаются на груз, чтобы измерять пульс. Пока Шурли готовится к тренировке, я посмотрю, сколько полей у нас на базе Спартака. Так, раз поле, два поле, три поля, четыре. Ну, в Спартаке я пока насчитал четыре поля, но зато очень хорошего качества. Да, прям норм газончик. Еще учитывая то, что все-таки погода в Москве не очень, лето не будет. Влажный газон натуральный, что может быть лучше для тренировки? Экипировочный центр. Каждому подписаны, такие прям фундаментальные эти. Пока у него без фамилии. Джордан, 23, да? Да. Здесь цивилла чья-то. Приезжают ребята на базу, заходят вот в эту комнату, берут свои вещи, идут в раздевалку, точнее в номера и переодеваются, готовятся к тренировке. Сушилочка, сушилочка для бутс, зоба, хани, ещ, джики, джордансы, а новенький еще, видите, новый футболист, новые бутсы. Кто-нибудь когда-нибудь видел такие мячи? Мне кажется, для угла головы как раз подойдут вот такие вот мячи. Датчик давления, а сколько там должно быть? Девять. Девять, да? От 8-5 до 9-10. А было хоть раз так, что приезжали и спущенные мячи, например, специально что-нибудь? Было такое. Было, да? На тренировку с опера. Приезжали, они давали на предыгровую спущенные мячи. А где это было? А, не скажете, да, чтобы Спартак остановить, давали спущенные мячи на предыгровую. На предыгровую, да? Под спущенные. Под спущенные, да? Можешь одеть по-братски мои? Тапки? Да. Ты и так забиваешь? Понятно. Ты и так забиваешь? Я голова, я голова. Как, блин, просто как бомбарник. Сейчас таблеточку уберу. Так, что за таблеточки? Это нельзя вам знать. Максим, ты знаешь, что мне сказал Шурли? Привет, дорогой, привет. Он сказал, что самый крутой чувак в команде, которого он видел на тренировке в первые дни. это был ты. Чемпион мира! Чемпион мира тебя хвалит. Ты вообще понимаешь, что происходит? Сколько подписчиков в Instagram сейчас прилетит у Максименко после слов Шурли про него? Так, ну что, погнали к тренировке готовиться. Иди сейчас. Опа! Немезис, адик. Так, номер есть? Окей, стиви, стиви. Дай, 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 дай. Что у нас сейчас здесь будет происходить? Большая стива. А куда это пойдет? На табло, на сайт. И в основном вещатель. А в матч смысле? Так, ребята, здесь я со мной вещатель. Ребятки, вы же видели на стадионах, когда вот это вот объявляют состав, и так парни выходят, складывают руки красиво, брутально. Вот сейчас мы посмотрим, как все это производится. Оскар! Вы можете не сняли, как это? Гол в команде Спартака красивый... Абре Шурли! В начале номер 20. Не смотря. А я делаю так. Не, не не. Правой рукой? а ну здесь? давай, давай! меня так не просили в моей карьере, потому что они знали, что голов не будет просто фоткали молча и все фото часто в командах в европейских, когда презентуют новичка вот именно в коллективе, да, то новичок поет какую бы песню спел ты? сложно, это очень сложно а Амштайн? не хип-хоп? наверное хип-хоп или что-нибудь из немецкого хип-хопа если мне придется здесь петь, я найду что-нибудь хорошее может миллион алых рук? миллион алых рук одна вторая третья четвертая пятая это на чемпионат мира Рио-де-Жанейро но больнее всего было здесь и здесь мне выдали экипировку на сегодняшнюю тренировку потому что у нас с Андре Шурли будет челлендж удары по воротам на жопу все по классике так что вот кипа у меня есть все без номера только штаны 27 номер от этой штаны Ломовицкого который сейчас в стуле я надеюсь он не обидится если я в них попылю немного я готов смотрите какая форма у меня а классная может быть бусты еще себе какие-нибудь подобрать сейчас радостно или что, готово? готово, да? джин, наверху чью? наверху начало наверху начало как начало, где наверху? в том фунавле ааа нормально ты готов, мой друг? ты готов? да что мы видели? не помнишь? да вот с камеры смотри все снимают тут ну скажи идет ли у нее форма? нормально? нет, да? нет крылья там так ребята давайте быстро нужен нам он инстаграм или нет? подписываемся мы на него или нет? человек меняется я поднял контент поднял да иди ууууууууууу а ты тут один занимаешься? конечно тренировка все время только тренировка чемпионы мира отдельно занимаются Георгий, ну скажи честно, идет мне форма, нету? Что, не идет, да? Блин, и Максименко, как говорит, не идет. Красный идет, все, мы работаем. Булат, на улице что будем делать? На улице, я знаю, что я рекомендую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас велик был, сейчас что? Что это вообще разминка? Восстановление. А вот тут у нас санаторий-марковакторий. Святая святых, разминка, восстановление перед тренировкой. Давай, брат. Что, вибрирует? Серьезно, покажи. Терпи. Конечно терпим. Боль, боль. Не Scientist. Покажи, не route. Это туфи. Посмотрю. Оба. Так, а здесь все? Здесь факу твою, здесь лап. Фак лап. Так, тихо, тихо. Больно? Не, не больно, только приятные ощущения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, нас смотрит очень много молодых ребят, которые играют в футбол. Расскажи им, как готовиться к тренировке. Нужно делать все, что необходимо. Твое тело в этой игре решает все. Все должно быть готово. Мышцы, голова. Очень важно понимать, какой ногой бить. Все это в итоге складывается в то, как ты покажешь себя на футбольном поле. У тебя есть какое-нибудь любимое упражнение перед тренировкой? Очень много. На вот эту область мне всегда нужно много упражнений. Применяется. Обязательно нужно хорошо растянуть и разогреть мышцы. Вспомни самого непрофессионального футболиста в твоей карьере. Ященко? Ященко. На этом уровне все профессионалы, потому что по-другому до такого уровня просто не добраться. Чтобы стать топовым игроком, ты просто обязан быть профессионалом. Сегодня восстановительная тренировка, насколько я понимаю, да? Но у тебя сегодня будет супернагрузка, потому что мы будем с тобой бить поворотом. Ты знаешь, какое самое традиционное наказание в России, когда ты проигрываешь? Я знаю, и ты увидишь, пойдешь вставать. На жопу? Ага. После тренировки пробьем, окей? Хорош! Хорош! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребятки, история простая. У Андрея Шурли очень хороший удар. Каждый может найти нарезку его голов. Там реально по девяткам хлещет с дальней дистанции. Мы решили сделать челлендж. Причем, смотрите, Шурли сам вешает майки. В две девятки мы повесим футболки, и у нас будет по 10 ударов. Кто больше сбивает футболок, тот и победил. Кто меньше, тот встает раком. Кто попадет туда, тот победил, потому что это сложно. Чемпион мира против чемпиона Тобольска. Смотри, друг мой. Ну, давай, давай, покажи мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, гол, это гол. Ребята, все. Смотрите, она чуть-чуть опустилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидели мощнейший удар прямо в 9 баллов. Номер три. Ребята! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший удар, друг мой. Спасибо. 1-0. 1-1. Я тот попал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аааа, нет. Ну, пока все складывается, как и говорил Андре. Один точный удар может решить исход нашего поединка. Эс-челлендж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший удар, но я 1-0 веду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чудо, чудо, чудо. Шулер, 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 шулер. У-у-у-у. Это шулерство. Бьем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, у него характер точно как у русского. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Исторический момент. Последний удар у нас с Андре. Я выигрываю 1-0. Представляете, я прихожу домой и говорю жене, я обыгрывал сегодня чемпиона мира по футболу. А, вот это круто! 1-1. 1-1. 1-1. Что ты говоришь? Андре предлагает включить систему видеоповторов. Он попал в манишку. Самый первый удар. Мы, кстати, увеличим сейчас этот момент. Может быть, действительно, он прав. Он предлагает по разу пробить по жопе. Ну, мне кажется, это справедливо, потому что все-таки парень только приехал и надо быть, как-то, не знаю, снисходительным. Смотри вот сюда. Окей, погнали! Андре, прости, друг мой, прости. Добро пожаловать в Россию! Андрей, добро пожаловать в Россию! Прости, друг, все, я домой. Пацан приехал к нам в Россию! Добро пожаловать в Германию! Ой, очень больно. Все, мне нужно на физиотерапию. Красава! В Швейцарии прекрасное лето, в отличие от нашего. Я пригнал в город Тун, где сегодня московский Спартак зарубится в Лиге Европы. До матча, как всегда, очень много времени, и поэтому я бегу на ускорение в высокий прессинг, чтобы помучить своими каверзными вопросами нового генерального директора московского «Спартака» Томаса Сорна. Ну что, погнали на стадион! Вот смотрите, как ребята в Швейцарии развлекаются в хорошую погоду. Я надеюсь, что сегодня кто-нибудь из «Спартака» забьет галешники и вот такой же кульбит сделает на футбольном поле. Только приехал. Кто с ним победит? Мы же за победу приехали. Наши болельщики везде. Красава, «Спартак», вперед! Тун-арена! Я сейчас проехался на самом дорогом такси в своей жизни. Короче, от центра города Туна до Туна-арены, ну, ехать, наверное, минут 7. 17 баксов за 7 минут в такси! Ё-моё! Зато какой вид, посмотрите! Стадион и горы! Здорово! Здравствуйте! Привет, привет! Последний такой высокий человек на моем канале был Николай Комличенко. Он, кстати, называет Кононова крестом-отцом в футболе. Расскажите честно, вы хотели Комличенко летом в это трансферное окно заполучить? Мы его рассматривали, мы активно не действуем, но рассматривали, да, общались с Ламычем, да, Чердецовым, да, умнее спрашивали, но пришли пока к тому концу, что не будем брать. Славный для «Спартака», мы сильный для «Локомотива», правильно? Нет, я бы не сказал, что он славый вообще, он сильный игрок, но к нам он пока по стилю игры не вписывался. Вы ехали в автобусе с командой, да? Дайте мне инсайд, лично мне, потому что все, кого я снимаю, и команды, и игроки, они обычно проводят хорошие игры. Шурли в составе? Шурли будет играть в втором тайме. Мои шансы уменьшаются на то, что мой герой забьет «Галешник», но выйдет из себя. Почему выйдет, забьет два? Проникновение на искусственные газоны Туна из Швейцарии. Смотри, главное, игровое поле хуже этого. Это получше, мне кажется. Да? Да, да, да. Это получше. Участное хотя бы. Для широкого круга болельщиков о вас известно немного, да? Да. То есть вы устраивали сборы, помогали, точнее, устраивать сборы нашей сборной России, да, тренировочные, некоторым клубам премьер-лиги. Потом бабац, вы генеральный директор московского «Спартака». Ну, история, наверное, началась чуть пораньше. Как это произошло? Как вам об этом объявил Федун и какие задачи стоят перед вами? Ну, смотри, давай я расскажу о себе чуть подробнее, да. Я адвокат, юрист, закончил в Германии юридический факультет. И на первом курсе, когда учился, открыл спортивный агентство в Германии, да, я начал заниматься, помогать игрокам. Это вот ТЗ «Спортменеджмент», который, да? Да, я приезжу 10 лет работал как агент, как спортивный агент, да, и с 2014 года получил лицензию FIFA «Матч Агента» и начал помогать, там, немецким клубам. Да. Да, Лейпциг я делал игры, потом сборная России до 2016 года, делал сборы, товарищеские матчи и так далее. И, ну, «Спартаку», «Локомотиву», да, «Рубину», да, с «Рубиной» в Россию начинал. Как вы попали в «Спартаку»? Я работал со «Спартаком» по сборам, да, по сборам на промежутке двух лет, да, и общался с руководством, да, и с «Федуном» тоже, и он пригласил меня, позвонил, пригласил. Для меня тоже было неожиданно. То есть, грубо говоря, он просто в вас поверил, увидел молодого, талантливого менеджера. Да, да, мы общались в Катаре на Кубке «Матч ТВ», довольно так плотно, он меня спрашивал, как я вижу команду, может быть, уже тогда уже думал меня пригласить, и в апреле позвонил мне. Какие задачи, какие задачи он поставил перед вами, вот конкретно? Задача сделать клуб более европейский, сдать структуру клубу, да, в общем, не только в футбольной команде, но общему клубу, да, и, конечно, бороться за Еврокубки, за чемпионство, да, и за выход в Лигу чемпионов. Вы провели достаточно мощную трансферную кампанию сейчас летом, но, тем не менее, потеряли иностранцев-лидеров прошлых лет, то есть Зе, Адриану, Фернандо. Вот эта чистка, она была запланирована, обновление состава? У нас сформирован есть трансферный комитет, мы не прошли в группу Лигу чемпионов, и, конечно, бюджет у команды, это же не бездонная бочка, да, финансовая. Не, ну у кого-то в России бездонная. У кого-то, да, у нас нет, нам надо зарабатывать, поэтому понятно было, что тот чемпионский состав, который был в 17-м году, да, что он уже свой пик пережил, надо менять команду, надо омоложать команду. Это правильно, что он был слишком дорогой для вас? На мое мнение, он был дорогой, да. Мы хотели разгрузить бюджет, продать хорошо и купить подешевле, несмотря на Тире, потому что Тире такая сделка была массивная для нас, да, рекордная, наверное, на покупку была, да, ну в общем мы и так закупились хорошо. Давайте коротко по каждому игроку Зе Лыж, Адриану и Фернандо, почему они ушли? Вот прям коротко тезисом. Фернандо и Адриану ушли поздно, задача была такая, что их только продавать, если есть хорошее предложение, потому что все-таки они игроки ценные для Спартака, и Фернандо вообще для меня, с моей точки зрения, он был один из самых талантливых, которые играли в Спартаке, да, и мы были только готовы его отдать за хорошую сумму. Хорошие деньги получили, 15 миллионов, если не ошибаюсь, да, 15 миллионов, да, это вошло в топ-3 истории Спартака. Первый промес, второй промес, Павличенко, не уверен, но по-моему Павличенко тоже были 15. И игрок сам хотел уйти, игрок к нам обратился и сказал, что у него есть хорошее предложение из Китая, да, он зарабатывает по итогу там год столько, сколько заработал в Спартаке за три. Покажите мне хоть одного игрока, который не хочет пойти в Китай, даже я хочу, меня не возьмут, ну, хотя бы, я не знаю, там, 13-ю, 8-ю лигу какую-нибудь. Лучше бы поиграл, я думаю. И, кстати, Фернандо, да, понятно, что исполнял стандарты, понятно, что один из действительно талантливых игроков в истории, кто его заменит? Мы будем брать опорника. То есть еще до сентября? Еще до сентября мы возьмем одного игрока, да. Одного игрока? Да. И иностранец или русский? Иностранец. Хороший? Показателем хороший. У вас карбланш по приобретению? Что значит карбланш? Ну, у кого есть карбланш? Я считаю, у кого нет карбланша, даже если тебе говорят, приобретай кого хочешь, да, все равно ты должен ответить за свои поступки. Карбланша нет, мы советуемся всегда с акционерами, я советую с акционерами, мы советуемся с тренером, да, у нас не только я принимаю решение один, у нас, конечно, есть Энтернольд Чвидун, у нас есть главный тренер, который тоже, который тоже надо в этот круг общения включать, потому что он тренирует команду, мы игроков покупаем сейчас тренеру, да, и он должен с ним работать. В конечном итоге он отвечает за результат, конечно, он отвечает за результат, да, поэтому у нас, так как карбланша нет, ну, конечно, мое мнение тоже весомо. Был хоть раз случай, когда игрока просил Кононов, но лично вы или акционеры его зачехлили? Чтобы мы зачехлили, не было, были случаи, когда Кононов предлагал игрока, были случаи, когда Арнольд, Арнольдчик предлагал игрока, были случаи, когда я предлагал игроков, и мы потом не сошлись в меню, и просто его не взяли, да, и даже не начали его убрать. Поэтому нет, так чисто, что специально, потому что тренеру пригласили, но зачеклили не было. А кого предлагал последний раз Комнанов, на кого они взяли? Мы активно действовали по хаджи, но не договорились с игроком. И не по финансовым стадиям, а потому что игрок отказался принимать наши дисциплинарные правила в клубе. Так, какие? Ну, не буду ходить, дали, потому что он все-таки транспортирован. Дисциплинарный... Он не был готов... В смысле? Вес, я не знаю. Нет, не вес, там просто... Носить только красное. Носить на этот контракт. Мы как клуб должны контролировать как-то игроков, иметь право как-то их там не оштрафовать или как-то их наказать, если они... Хотя мы это часто не делаем, да, у нас все себя хорошо ведут. Главная сложность, когда вы зовете иностранца в футбольный клуб «Спартак». В чем основная проблема, чтобы топ иностранец пришел в «Спартак»? Я вообще проблем не вижу. То есть им пофиг, они спокойно идут? Конечно. Все-таки чемпионат России, там, бла-бла-бла. Ну, чемпионат России один из лучших в Европе все-таки, да, есть Франция, Италия. Сейчас это разорвали на цитаты. Подожди, подожди. Смотри, смотри, что есть, есть Англия, Германия, Франция, Италия, Испания. Испания, ну да. А потом Россия. Безусловно, но тем не менее. Там Португалия подавливает чуть-чуть, но потом Россия, да, и я думаю, игрокам, они знают, что «Спартак» это большой клуб, да, их там уговаривать особенно не надо. Например, с «Стилем», да, с «Гу Стилем», который все-таки игрок, который пользовался большой потребностью в Европе, мне стоил этот разговор в минут 40, и он пошел в клуб и сказал, что он хочет «Спартак». Я не вижу проблем. Как появился вариант с «Шурля» и как долго вы уговаривали Андрюху? Тоже не уговаривали, мы никого не уговариваем. Ну как появился вариант? Вот вы сидите, допустим, с Фидуном там или с тренером, такие думают, что кого взять, кем усилиться. Бам, там вот чувак чемпионом мира был, голевухи раздавал в финале. Ну и я долго работал в Германии, и у меня есть хорошие связи. По «Шурля» ко мне обратился его агент в мае, даже или в июне, когда я только начал, да, и я ему сказал, пока пауза, мы должны сначала освоиться, посмотреть, что происходит в клубе. На сборах в Австрии мы определили, что это наш вариант, да, и что мы его хотим. Встретились, договорились. В последние годы Андрея очень много лечился. Почему вы уверены, что «Шурля» выстрелит в «Спартаке»? Не, я уверен, что это все позади, там была такая цепочка, да, разных событий, которые, из-за которых он выпал просто, да, на долгое время. Мы связались с Фуховым тоже, чтобы было зимой, почему он не травмирован, да, так что мы много, собрали много информации. С кем ты общался? Из нашей команды, и они все скажут, что «Шурля» профессионал. Как он ест, как он себя ведет, как он разговаривает, как он тренируется, как он на себя ведет на поле, на тренировках, как он общается с тренером. Какой кредит доверия у Кононова, если вы не пройдете ТУН? Ну, это будет решать акционер наш. Но давайте в процентном соотношении. Нет, я думаю, ТУН – это не показатель. Не показатель? ТУН – это не показатель, конечно, мы должны пройти ТУН. Джордан, почему именно он, и ждете ли вы его легендарного папу на трибунах открытия арены? Не связано было с отцом, с Энриком не связано было, что мы его взяли, да, он еще лучший бумагер Швеции, молодой игрок. Это ваш профиль, я когда-то в интервью в начале лета сказал, что наш профиль будет, мы будем брать перспективных молодых игроков, да, усиляться с Европы только игроками, которые будут играть, будут помогать на поле. У него хорошая сосистика, он кандидат в сборную Швеции. Я играл во всех лигах в России, это сейчас, кстати, минус, это не плюс, да, я видел вообще реальное дно. Тот факт, который я узнал, он даже меня удивил. Последние четыре сезона «Спартак» не делает встречу с обычными болельщиками перед сезоном. Как такое может быть? Почему? Вы же понимаете, что это, ну, вот для меня лично это реально пи***я. Почему не встречаются с обычными болельщиками? Почему не встречались, например, на промежутке четырех лет, я не знаю, но мы будем в этом году встречаться. То есть это изменится с вами? Это изменится, ждите новостей, я думаю, это будет в сентябре, когда будет перерыв на сборной, да, мы сделаем встречу. Это с общей массой болельщиков, да? Ну, с общей, конечно, да, да. Несмотря на то, у нас есть встречи, которые проводятся, они проводились, по моей информации, уже регулярно, всегда, с группировками, отдельными группировками фанатов. Ну, почему четыре года, блин, болельщикам обычным не дают просто возможность прийти на стадион, там, поаплодировать и порадовать? Ну, я не знаю, но это возможность будет. Я за. По моей информации, Малкому сделали 7 миллионов евро в «Зените». Давайте в процентном соотношении. Шурли на сколько процентов меньше контракт в России? Намного. Ну, я не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу. Ну, у него намного меньше, чем было в Дортмунде. Он пошел на понижение, на колоссальное понижение. Откуда такая любовь к России? Жена из Казахстана, модель, амбиции Спартака. Что здесь делает Андрей Шурли? Ну, говорили, дали доверие. За футболом он приехал все-таки. Конечно. Не за баблом. Не за баблом, точно нет. Искусственное поле на Лиге Европы. Какой кошмар. Причем качество прям совсем не айс. Фу, е-мое. Вот за эти слова я чуть не поплатился дождем. Искусственное поле. Блин, вот все что угодно ожидал увидеть. В Швейцарии в классную солнечную погоду, но только не искусственную поляну. Томас, так как в этом году встречи с болельщиками не было, я собрал для вас ряд вопросов, которые я спокойненько нашел в открытом доступе в разных пабликах. Вы готовы? Готов. Что для вас успех и провал своей работы в Спартаке? При каком раскладе вы уйдете? Успех. Моя работа будет оценивать акционер. Для меня успех лично выстроить клуб. Правильную структуру. Не только футбольный клуб, не только спортивную часть, но вообще клуб. Дать ему определенную структуру, чуть-чуть реформировать. Работу по Спартаку 2 и по молодежи. И провал, надеюсь, его не будет. Но это понятно. Если мы не выполним наши задачи, то какой-то провал будет. Давайте конкретно по цифрам. Какое место в чемпионате, чтобы вы кайфанули от этого сезона? И сколько молодых игроков из Спартака 2 обосновлено? Чтобы кайфануть, это первое-второе место. Первое-второе место? Да. Первое-второе место. Сколько игроков, чтобы у нас на регулярной базе было примерно 4-5 игроков в заявке из нашей кадины. Нет ли желания создать совет, где определенная группа болельщиков смогла бы высказывать свое мнение на происходящее в клубе? Не влиять именно, а хотя бы высказывать и быть услышанно руководством? Ну, у нас есть такие встречи. Я тебе говорил, что у нас есть встречи с разными группировками, да, реализованными фанатами. И там мы с лучшим другим общаемся. Или ты имеешь в виду общую массу? Как ее собрать? Вы не видели, кстати, как выбирали акционеров в Шальке? Когда полный стадион сидел, там тысячи людей, и при них это выбиралось. Да, да, да. В Гварии так делаются, да, я знаю. Но к этому мы идем. То есть это возможно? Ну, акционер же объявил в проект 2023, что он отдаст клуб болельщикам в какой-то сфере. Да, на это сделана сейчас рабочая группа, которая будет это подготавливать. Именно такая модель, что именно болельщики, да, выбирают руководство клуба, это цель. Это как в Шальке примерно, да? Ну, в Шальке как в Баварии, в Барселоне тоже такая сфера. Федун всех удивил, типа, мы отдаем в 2023 году клуб болельщикам. Что это будет? Болельщики имеют право голоса, да, что они могут выбрать, кто будет не равен, кто будет президент клуба. Ряд кандидатов представляет, и из них выбирается руководство, и оно потом рулит клубом. Грубо говоря, я могу проголосовать за Отцорна, а не за Измайло. Примерно так, да? Ну, мы вам проект представим, да, в ближайшее время, к концу года. В зависимости от того, как рабочая группа с ним закончит, которую мы срываем даже сейчас, да. Но это примерно в таком стиле, в стиле Баварии. Самара-Ростов. Собирать или клуб защищать болельщиков юридически перед беспределом ОМОНа? Мы этим занимаемся. Мы написали письмо в Денклубоватуру, конечно, написали письмо и в Ростов, и в Лигу. Конечно, защищаем нашу личку. Когда фан-клубом будет руководить человек из среды? Ну, на данный момент им руководит человек из среды. Но если люди задают такой вопрос, значит, он не из среды. Новая схема, новая схема работы, она уже будет представлена скоро, да, мы об этом думаем. Мы будем тоже это реформировать. То есть будет человек из среды? Реально парень, которого уважают фанаты, а не просто человек, который удобный для клуба? Да, но его будем ставить не мы. Те группировки, которые есть, которые... Зуб даете? Мы его ставить не будем. То есть будут выбирать ребята? Будут выбирать те, да. Ну, конечно, ребята из сектора, они будут выбирать представителя одного. Все. Есть разные группировки. Я знаю. Да, и они должны как-то определиться, кто общий будет в Лиге. Почему не работает вертикаль Академия Дубль Спартак 2 основа? Половина игроков Спартака 2 не из Академии. Берут даже игроков из Зенита. Да. А как, кстати, так вообще получилось? Почему не играют из своей Академии? Почему половина игроков из Спартака 2 не из Академии? Ты мне такие вопросы сейчас задаешь. Я только пришел, да, я первую команду как-то укрептую, и потом будем заниматься и Академией, будем заниматься и Спартаком 2. У нас реально на данный момент есть проблема, что там не хватает игроков Спартака 2 и Дубля. Да, мы должны как-то людей брать со стороны. По моей информации было время, когда Спартак хорошо набирал молодежь. Да, в юном возрасте было дело, но сейчас этот метод не работает. Будем справиться. Переподписали, насколько я знаю, Ломика и Мелкого. И тот, и другой, ну второй пока еще в Спартаке, но тем не менее говорят, что уедет в Тулу. Зачем переподписывали и почему отдаете в аренду? Кстати, от тебя первое слышно. Ну, я просто больше знаю. Видим их перспективу, но им надо, конечно, еще вырасти. Грубо говоря, переподписали, чтобы не отпускать навсегда, да? То есть возможность вернуться потом, да? Понимаю при этом, что они еще не готовы, чтобы выходить в стартовом составе на регулярном сезоне, поэтому когда сначала Мелькадзе еще здесь, он даже может быть и здесь. Это не факт, что он в аренду, я не знаю, кто это взял, но он пока здесь. Он тоже пока во сфере не выходит на регулярной базе. Их надо доводить еще. Чем в клубе занимается до сих пор Леонид Трахтенберг? Ну, Леонид Трахтенберг, во-первых, в положительной личности. Я тоже уважительная личность, но я ни в одном клубе сейчас не состою и не работаю. Он помогает при службе, он помогает своим опытом, да, помогает общению с футболистами. То есть просто, типа, опытный, заслуженный человек, который находится в клубе, да? Конечно, что человек приходится. Так, ты наоборот должен говорить, ты же конкурент твой. Окей, 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 наставник, наставник, все, все, двигаемся дальше. Коммерческая служба когда-нибудь сделает нормальную систему скидок вместо динариев? Я когда читал это, динарии, это что такое вообще? Мне, кстати, в инстаграме тоже пишут этот вопрос. Ну, я понимаю, я же не из воздуха беру, это у нас встреча с болельщиками. То есть я вам задаю вопросы, которые зовут болельщиками. Ну, это вопрос, наверное, ближе к нашему коммерческому директору. Это изменится или нет? Почему не сделать просто скидки? Я до динарии не дошел еще, я до динарии еще не дошел. Ну, когда дойдете, это изменится или нет? Мне тоже, кстати, объясняли, что это закон, я понял. Схема какая-то есть, но какая-то есть, смысл какой-то в этом, наверное, был, я не знаю. Это было до меня сделано, да. Будут ли скидки людям за стаж на абонемент? Я лично знаю людей, которые 30 лет ходят и болеют за спарта. Будут ли вот для этих пацанов, у кого именные кресла, которые ходят, несмотря ни на что, несмотря ни на какой результат, одно чемпионство за 16 лет, будет ли для таких людей скидосы на абонемент? Смотри, надо с коммерцией обсуждать эти вопросы. То есть это не к тебе? Это мы еще, это ко мне в конце концов, но мы пока это не обсуждали. Пока я это не обсуждал, потому что у меня пока проблемы сформировать команду. Но когда окно закроется, да, я буду заниматься уже более углубленной коммерцией. Баду, Романьоли, Атмурзин. Всех этих игроков связывают с твоим агентством? ТЗ «Спортное». Неправильно. Это правда или нет? Это неправда. Это неправда? Это правда, что я Баду и Атмурзин, два игрока, с которыми я работал, которых я знаю давно, которых я предложил. Ну смотри, у меня в агентстве ребята почему говорят? Не потому что они хорошие ребята, а потому что они реально, потому что я верил. Я их предложил нашей селекции и тренерам. К Романьоли я отношения не имею. Они показали себя и убедили тренера. Я не вдавливал в команды. Это немножко расходится с твоим заявлением. Когда ты пришел, ты сказал, что мы будем делать упор на своих молодых и на топовых иностранцев. Но тем не менее приходят молодые иностранцы. И, наверное, пока на данный момент, по крайней мере, не самые топовые. Ну смотри, вратарей у нас ушел Курешка. Нам не хватает вратарей. Поэтому мы взяли Атмурзин, который прошел просмотр. Которого наша селекция знала, да, и тренер Спартака-2 его знал. Они его взяли. Он сейчас играет на основной базе Спартака-2. По Баду у нас есть договоренность с Кононовым, данным тренером, что у нас проект такой может быть, что мы будем брать молодых, перспективных ребят, иностранцев, которые будем доводить через Спартака-2. Которые можно взять дешево, на которых потом в будущем можно заработать. Будем смотреть, получится этот проект или нет. Это правда, что ты получил работу в Спартаке благодаря знакомству с Саламычем? И Саламыч следующий тренер после Кононова? Нет, это не правда. И последний вопрос. Это правда, что ты сын Сергея Пряткина? Ну, я комментирую, думаю, по работе. Лично я, по-своему, не комментирую. То есть это ты не готов обсуждать? Это я не готов обсуждать. Красава! Спасибо большое. Вратари московского Спартака уже вышли на разминку. Как вам стадиончик, друзья? Как в Перми, помнишь, в 2007 году? Да, я не знаю. Так, ну что, предчувствия есть хорошие? Сколько? Сколько? Ну давай прогноз. Попроверил. Я думаю, да ну. И я один ноль ставлю. Шурля забил. Шурля, шурля. А, ну что спорим? Так. Белого красава? Красава. Я белого буду. Все, круто. Надо засунуть чемпионы мира в очко. В очко чемпионы мира, ребят. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле на трибунах, ну, половина в лучшем случае. У болельщиков «Спартака» приехало около 300 человек. Андрей в запасе, он там сидит за моей спиной. Все готово, ребятки, погнали! Первый европейский матч Андрея Шурли за «Спартак». «Спартак» сразу бежит вперед, а болельщики кричат «Боже, «Спартак»!» Первый угловой удар, у ворот «Туна». Трибуны свистят, это понятно. Тем более я у флангского сектора «Туна» прям нахожусь. «Жика» как летел, а на замыкание. «Боже, 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 «Боже!»»» «Боже, «Боже, «Боже!»» «Впереди «Спартак». «Я тоже в игре в премиальной, поэтому, ребята, занесите мне, если выиграть». 2-0, вы видели эту пушку слева? Что творит Бакаев? Вау! Вот это круто! Сместился флангом в центр и воскнул мощным ударом. 2-0! Блин, походу бутылку вина я проиграл, но зато «Спартак» выигрывает, и я в очередной раз приношу удачи команде, которую снимаю. Все, после первого тайма счет 2-1 в пользу Спартака. Главное расслаблять Булкина и, конечно, Шурли выйти забить. С вашего позволения пойду хлопну бокал пипка. Здесь его продают. Только что Том воткнул просто бомбический калешник. Самое интересное только начинается. Счет 2-1 в пользу Спартака. Герой нашего выпуска готовится выйти на замену Андрея Шурли. Андрей Шурли выходит в место Джанона Анидзе. Шурли пенальти зарабатывает. Андруха, бей сам. Давай, 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 давай. Ну как так. Ну ничего, 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 ничего. 3-2. Только что ребятки забили голешник. Третий гол забивает Бакаев. И как вы думаете, кто отдает голевую передачу? Андрюха Шурли. Не забивает финальный, но отдает голевую. Еще один моментик у Спартака. Счет 3-2 победил Спартак. Шурли не забил, но отдал голевую передачу на решающий гол. Ребята идут к болельщикам. Идут к трибуне болельщиков Спартака, которые поддерживали их весь матч. Видно, что Андрей расстроен. Даже подходить не хочется, если честно. Да, ничего страшного не произошло. Главное, что команда выиграла. Супер. Хорош, пацаны. Молодцы. Молодцы, молодцы, молодцы. Нет проблем, Макро. Я знаю. Нет проблем. Ладно, Макро, ладно. Хороший игрок. Хороший игрок. Один пас и победим, Макро. Спасибо. Привет, красава. Что там, с пустыми трибунами нормально пообщался? С какими пустыми? Ты что там, наш фанат такой или пустые трибуны? А-а-а. Снимаешь пустые трибуны? Красава. Ты знаешь, что это такое? Да, Большой театр. Очень красивое здание. Окей, погнали. Андрей, как тебе Грозный? Это был первый раз, когда я был где-то вроде этого места. Мы сначала в аэропорту оказались. И было очень тепло. Даже жарко. Но в целом все было здорово. Отель был хороший, стадион хороший и атмосфера была хорошая. Так, чтобы все было окей. Жерару Депардье там подарили квартиру и сделали почетным жителям Грозного. Если бы у тебя Рамзан Кадыров в раздевалку зайдя, подарил ключи и сказал, Андрей, все, добро пожаловать в Грозный, теперь у тебя есть однокомнатная квартира. Что бы ты с ней сделал? Я так не думаю. Москва мне нравится. Москва красивая. Но там правда все окей было. И все же я бы предпочел Москву. Андрей, смотри, три игры в России у тебя, да, за российский клуб. Ты уже забил гол, отдал две голевые передачи. В Майнсе у тебя был лучший показатель. 15 голов и 4 голевые. Какую минимальную планку ты поставил для себя в Спартаке по забитым мячам? Минимум я не знаю. Я не ставлю такие цели. Я был в стольких местах и столько голов забил. А голевых сколько нараздавал. Но все это не важно. Я хочу, чтобы успех был у всей команды. Я хочу побеждать. Для меня без разницы. Ну вот забил, например, я два гола. А мы проиграли. И что из этого хорошего? Я хочу просто побеждать. А сколько голов я забью или передача дам? Это уже не важно. Если ты не забьешь, например, 10 голов за Спартак, ты расстроишься или нет? Нет. Нет, ну правда. Если мы будем в Лиге Чемпионов и хорошо отыграем сезон, я уже буду этому очень рад. Очевидно, что главное, чтобы команда побеждала. А моя цель – забивать и раздавать голевые. Если забью 10 голов, буду рад. Даже если забью 7, 6, 5, и мы все еще будем в Лиге Чемпионов, я буду счастлив. Смотри, я видел твою игру в Туне, мне очень понравилось. Правда, даже несмотря на то, что ты не забил пенальти, ты вышел, и любое твое касание было опасным. Ты заработал пенальти, ты отдал голевую передачу. Ты сам говорил, что ты 3 месяца не тренировался с командой. Но ты сейчас выходишь, и ты один из лучших. У тебя не было желания сказать тренеру, «Коуч, что вы делали все это время? Что вы делали на сборах?» Это мне сейчас надо спросить у него? Да нет, я чувствую себя очень хорошо. Больше всего важны болельщики. Они тебя тепло принимают. Команда тоже тепло принимает. И я очень мотивирован. Я хочу играть. Да, я не тренировался, но здесь, если ты можешь играть, то ты играешь в футбол. Нужно немного времени, и все вспоминается. Мне, конечно, еще бы чуть-чуть без подготовки. И тогда я смогу выйти на более высокий уровень. Ты заявил о себе большом футболе в Майнсе. Забивал голы, вы заняли четвертое место в Бундеслиге, это очень круто. Самое приятное, самое яркое воспоминание с того времени. Я просто обожаю Майнс. Я пришел туда, когда мне было 15 лет. Играл в молодежки, и там все друг друга знают. Город очень маленький, и все очень любят этот клуб. И на поле мы всегда были одной семьей. Для меня это было идеальным стартом, потому что люди там любили меня. И я мог много забивать. Команда была отличная. Майнс навсегда в моем сердце. Томас Тухель, говорят, он очень своеобразный человек. Например, он не пьет алкоголь. Как немец может не пить пивасы? Для меня это до сих пор загадка. Самая интересная история про Томаса Тухеля, которую мало кто знает. Томас Тухель, он всегда был такой вот. Когда мне было 17-18 лет, он был моим тренером в молодежке. У нас был фантастический сезон. А в 19 он забрал меня в Майнс, и мы выиграли чемпионат Германии. В тот раз мы играли против Дортмунда, и в финале я играл против Марио Гетца. А ведь он мой лучший друг. И за день до игры он подошел ко мне с небольшим листом бумаги. И там были характеристики Рауля из мадридского Реала. Он подчеркнул, что у нас с ним очень много общего. Он сражается за команду, он выкладывается и полностью отдается игре. Этот лист бумаги до сих пор хранится у меня дома, у мамы в спальне. Для меня это было нечто особенное. Он хороший тренер, правда очень хороший и прекрасный человек. Сейчас он тренирует Неймара, сейчас он тренирует Мбаппе и Парис Сан-Жермен. Когда вы созванивались в последний раз с ним, и что он тебе рассказывал вообще про эту суперкоманду? Как ему тяжело в ней находиться или может быть легко? Кажется, последний раз мы сприсывались, когда они выиграли чемпионат Франции. Смотри, они тебя узнают. Они кричат Шурли, серьезно? Но в последнее время у нас не было возможности плотно пообщаться. Но у меня есть хороший друг, он видеоаналитик у Тухеля в ПСЖ. И он говорил, что они очень счастливы, потому что такие игроки, как Неймар и Мбаппе, это лучшее, чего можно желать. И для тренера это лучшее, что можно иметь. Сорн мне сказал, что твоя зарплата сейчас в Спартаке намного меньше, чем в Гордман. Но представь, если еще твою зарплату понизить в 5 раз, ты бы поехал за эти небольшие деньги в Париж к Тухелю? Я не знаю. Эй, в 5 раз ниже? Да, в 5 раз ниже. Не знаю, на данный момент я счастлив здесь. И зарплата хорошая. Но кто знает, кто знает. Понимаешь, деньги в футболе не главное. Нужно, чтобы ты получал удовольствие. Нужно, чтобы ты чувствовал поддержку города, команды, тренера. И это гораздо важнее, чем деньги. Я предлагаю тебе, Томасу Тухелю, из России, отправить небольшой презент. Знак респекта за то, что он тебя вытащил в профессиональный футбол и был твоим, ну, пожалуй, лучшим тренером. Но мы это сделаем чуть позже, хорошо? Да, мы ему пиво русского пришлем. Нет, русского пива нет. Андре, ты после Манти перешел в Вайр за 8 миллионов евро. Ты вообще в курсе, что ты самый дорогой игрок в истории немецкого футбола, если взять всю совокупность трансферов? Да, я знаю, знаю. Да ладно, это же хорошо. Ну да, я знаю это, но это все-таки важно больше для газет, для медиа, потому что как игрок ты никаким образом не имеешь власти над тем, какова твоя цена. Конечно, это приятно, и я горд этим. Но с другой стороны, это большая ответственность. Ты был в Челси, тебя туда позвал Мауриньо. Многие говорят, что у Мауриньо очень скверный характер. Как он как тренер? Для Мауриньо важно только одно – победить. Ему не важно, кто ты и что ты делаешь. Для него самое главное – побеждать. Если ты не побеждаешь, он даже может не поздороваться с тобой и пройти мимо, потому что он будет расстроен. Он победитель по натуре, и все, о чем он думает, это только победа. Он был тем, кто показал мне, как играть в большой футбол. И для меня это было очень важно. Он много раз помогал мне в очень тяжелые времена. Да, он отличный тренер и хороший человек, если ты его узнаешь поближе. Хороший человек? Ну да, его просто нужно узнать поближе. Если ты проигрываешь, он, конечно, плохой, потому что он тебя тогда вообще не замечает. А вот если ты выигрываешь, он тебя обожает. Самый сложный разговор, который у тебя был с Жозе? Ой, много таких было. Много. Я сейчас тебе расскажу историю. У нас был такой вечер игроков. Мы выбрали все вместе куда-нибудь посидеть. Но перед этим мы проиграли. И Маурине не понравилось, что мы куда-то пошли. А мы как раз были с Эшли Коулом. И вот, я уже собрался идти домой, а там как раз собрались папарацци. И я думаю, мне конец. И я стал убегать по улочкам, чтобы меня никто не увидел. А на следующее утро это уже было в газетах. И Маурине подозвал меня к себе и говорит, иди-ка сюда, иди. И сказал мне, слушай, чувак, окей, но в следующий раз, если ты пойдешь гулять и тебя кто-то увидит, ты поедешь нахер домой. И я такой, окей, спасибо. Но я был молодой, понимаешь, он мне реально много раз помогал. У Жозе Маурине очень много поклонников России, но также очень многие люди в России его сильно не любят. Андре, ты как человек, который с ним работал, скажи, Жозе Маурине красава или му***? Нет, он точно хороший. У него большое сердце. Он очень много отдает и готовится к каждому матчу, как будто это финал Лиги Чемпионов. И он всегда дает игрокам все, что может. Я видел просто суперпорно с твоим участием. Когда сборная Германии выиграла Бразилию 7-1, ты забил два гола. Как это произошло и что ты чувствовал в тот момент? Да, это было прям как в кино, как в сумасшедшем кино. Пресси-порно-пури. Чумовое порно просто. Я сначала на скамейке сидел. И вот первый гол, второй, третий, четвертый, пятый. А мы смотрим друг на друга, и никто поверить не может в это. Ну ладно, может я чего-нибудь сейчас добавлю. И вот я выхожу и забиваю два голешника. 7-1 в итоге. В это просто нереально поверить. Что в раздевалке вы говорили друг другу? Типа, да, мы знали, что мы это сделаем. Мы ли говорили, блин, я не знаю. Да, мы просто смотрели друг на друга и как будто спрашивали, это что сейчас вообще было? Это же нереально просто. Музыка громко играла, мы веселились все, потому что мы попали в финал чемпионата мира. Сумасшедшая атмосфера была совершенно. Ты не писал в инстаграм игрокам сборной Бразилии? Ребята, чего вы не приехали на матч? Да нет, я за них очень переживал. Я в тот момент играл в Челси с Виллианом, Оскаром, Давидом Луисом, Рамиресом. Все эти ребята мои друзья, и мы играли вместе. Я после игры к ним подошел и обнял их. Понятно, что они играли дома, и для них это было очень важно. В конце концов, ко всем этим людям нужно иметь огромное уважение. Но для нас это была лучшая игра в истории Германии. Ты помнишь самый ценный, самый важный гол для тебя за сборную Германии? Да, это 100% матчи с Алжиром во время чемпионата мира в дополнительное время. Та игра была очень сложная. Алжир был очень хорош. И вот я забил гол, а мне всего 23. И это был лучший гол в моей жизни. Андрей, когда сборная России заняла третье место в чемпионате Европы, здесь, вот на этой площади, было просто безумие. Вы выиграли чемпионат мира. Вот я думаю, если бы наша сборная выиграла чемпионат мира, у нас бы вся страна запухала на неделю. Как вы праздновали победу в чемпионате мира? Это было просто невероятно. Мы на следующий день прилетели в Берлин из Рио. И когда подлетаешь к Берлину, летишь над Берденбургскими воротами. Это самый большой монумент у нас. А от него идет большая-большая длинная улица. И там было, наверное, миллион людей. И все они отмечали нашу победу. И самолет вот так вот летит над ними. А они все кричат и поздравляют нас. Это была просто чума. Мы потом в автобус пересели, приехали в город. И я даже не знаю, сколько народу там было. Больше миллиона. И потом мы отмечали вместе с фанатами на сцене. Мне кажется, я пьян был все это время. Сначала проснулись, потом прилетели в Берлин. Снова приняли для настроения. Раз пиво выпили, второй раз. Потом на сцену выходишь. И это просто сумасшествие какое-то. Во время Чемпионата мира в России сборная Германии была здесь. Что они тебе рассказывали после Чема? Им понравилось в России или нет? Да, мы говорили немного об этом. У них, по-моему, не самая лучшая база была. Они вроде потом в Сочи переехали, потому что хотели больше солнца. Но они говорили, что стадион был отличный и атмосфера была прекрасная. Но, к сожалению, Германия не очень хорошо себя показала на этом чемпионате. И задержалась ненадолго. Я видел у тебя очень милое фото в Инстаграм, где ты на обычной площадке футбольной и подпись, типа, вот он мой чемпионат мира. Ты сильно расстроился, что ты не попал в список сборной и не поехал на чайник? Конечно, любой расстраивается, когда узнает, что ты не попал в состав сборной. Я же забил много голов и вообще много играл. Но ничего страшного. В тот сезон я был травмирован. Играл не так хорошо. Так что решение Юахима было вполне предсказуемым. Я его понял. Да, для меня это ново, но в целом ничего страшного. В сборной Аргентины есть Месси, в сборной Португалии есть Криштиану. Сборная Германии всегда фаворит во всех турнирах, но там нет вот такой вот очевидной яркой суперзвезды. Назови мне одну фамилию, которая по таланту Германии не уступала Месси и Криштиану. Во всем мире нет никого, кто был бы близок по уровню к Неймару, Месси или Криштиану Роналду, потому что они просто невероятные. Такие талантливые. У нас сейчас есть новые молодые ребята из Манчестер-Сити, например, Лерой Сане. И они могут стать топовыми игроками. На чемпионате мира у нас были все ребята из Баварии и Мюнхен, которые выиграли Лигу чемпионов. Шван Штайгер, Филипп Лам. Филипп Лам вообще невероятный футболист. Он каждую игру играет просто отлично. Потом у нас был Тони Кросс, который тоже очень круто играл за Мадридский Реал. Очень много игроков топового уровня. Вот в чем секрет, например, если один футболист может забить пять мячей, но если ему не помогает команда, это все бессмысло. На этот раз у нас была очень крутая команда и много футболистов высшего уровня. В этом и был ключ к успеху. Самый крутой футболист, которым ты играл в одной команде, и самый крутой, против которого ты играл. Самый топовый футболист, которым я играл, был Эден Азар из Челси. Он просто невероятный. Он такой крутой, с ним прям ничего нельзя сделать. Он лучший из тех, с кем я играл вместе. А лучший из тех, против кого я играл, был Лео Месси. Да это ж естественно. Ну вот он принимает мяч, пасует, снова принимает мяч, играет. Мы играли против Месси с Леверкузиным в Лиге Чемпионов. И он пять мячей забил в одной игре. Пять голов в одном матче. Мы проиграли 7-1 на Камп-Ноу. И это было... Да ладно, расслабься. Да, это был финиш просто. Ладно, с Месси все понятно. Скажи мне, кто круче, Азар или Гетц? Ой, это очень сложно. На своем пике Гетц был почти на таком же уровне, но... Да нет, мне сложно сказать. Марио один из лучших моих друзей. Он в моем сердце, разумеется. Азар отличный игрок. Но Марио, он же забил финальный мяч на чемпионате мира. Кто еще мог забить такой гол? Вот он отсюда получил мяч, берет и просто сумасшедший гол забивает. Немногие игроки во всем мире могут забить такой голешник. После чемпионата мира 2014 сборная Германии почему-то сдулась. У тебя есть объяснение, что происходит? Через два года после этого мы выиграли в чемпионате Европы. Были в полуфинале в 2016. И вот может быть после этого многие игроки... Ну ты сам понимаешь, когда выигрываешь чемпионат мира, очень сложно сохранить тот же уровень мотивации. Ту же жажду выигрывать на этом уровне. Даже мелочи имеют огромное значение. Просто так устроен футбол. Приходит одно поколение, растет, растет, доходит до пика. И в этот момент его должно сменить уже новое поколение. Именно это сейчас происходит с Германией. Для меня английский чемпионат самый лучший в мире. Что у тебя случилось с фулками? Почему не получилось? Что самое сложное для тебя было в Англии? Нам не хватило квалификаций до уровня премьер-лиги. Клуб купил много новых игроков. Но ни у кого из них не было реального опыта игры в премьер-лиге. А там нужны игроки именно такого уровня. Потому что когда приходит новый игрок, ему нужно 6-7-8 месяцев на адаптацию. Даже в топовых командах. А мы уже через 6-7 месяцев были на вылете. Так что нам реально не хватило квалифицированных футболистов. Ну и что уж, честно признаюсь, я мог провести тоже более лучший сезон. Ты после своего периода фулками закрыл твиттер. Что самое гадкое, что тебе писали в социальной сети? Очень много всего. Даже слишком. Да, конечно. Это же сейчас очень просто где-нибудь в инстаграм или твиттере написать кому-то. Ты говно. Ты плохой игрок. Или что-то еще. Они же не перед тобой стоят, в конце концов. Я в то время как раз не особо заходил в твиттер. Я вообще люблю инстаграм и соцсети. Но все это забирает очень много времени. Поэтому я чуть сократил свое времяпровождение там. Понятно, когда ты играешь в хороший сезон или просто в полном порядке, все тебя любят и пишут только приятные вещи. Но когда ты играешь плохо, тебя поливают грязью. Недавно на Азилла было нападение. Самый неадекватный поступок и самый приятный поступок со стороны фанатов в твоей адресе. Это обычное дело. Они обзывают тебя всякими словами, которые ты потом даже повторять не хочешь. У меня было такое в Германии. Когда я забил, весь стадион стал орать. Я даже не знаю, могу ли я сейчас тебе такое говорить. Они кричали, Андре Шурли, ты сукин сын. Но люди всегда так говорят, потому что они в тот момент не понимают и не думают, о чем они говорят. А самое лучшее, это когда ты забиваешь мяч дома, и все распевают твое имя. Или просто подходит кто-то и благодарит за все. Это то, ради чего ты играешь. Когда ты дрался в последний раз? Нет, я никогда не дрался. Я из тех, кто старается со всеми быть хорошим. С командой, с семьей, с друзьями. Я терпеть не могу, когда у меня какие-то проблемы или какие-то конфликты с людьми. Я тот самый человек, которому нужна любовь. Мне нужно, чтобы люди меня любили. Кто самый веселый человек в раздевалке футбольной, которого ты встречал вообще за всю карьеру? Таких было двое. Давид Луис и Диего Коста. И трудно вспомнить только одну ситуацию. Они постоянно так себя ведут. Кричат, смеются, как-то смешат других игроков. Стягивают совсем ботинки. Короче, чудят постоянно. Андрей, каждый выпуск мы разыграем футболку нашего героя. Твоя футболка у меня в рюкзаке. Самая ценная футболка, которая есть в твоей коллекции? Я никогда не меняюсь футболками. Никогда? Не, я не такой человек. Я не подхожу к игрокам и не прошу их футболки. Если кто-то подходит ко мне и хочет поменяться футболками, вообще без проблем. Но я не подхожу сам и не говорю, ой, пожалуйста, дай мне футболочку. Не знаю, я не такой. Конечно, у меня дома есть футболки от моих друзей. От Ройса, Гетси, от Томаса Мюллера. Но я их отдаю друзьям. Понимаешь, они потом в них идут и играют в футбол. И играют в футболке с футболками. Вспомни последнего человека, кому ты отказал в том, чтобы поменяться футболкой. Не было такого. Нет, если кто-то подходит и говорит, можем мы поменяться футболками, я всегда соглашаюсь. Всегда меняюсь. Это же такое жесткое уважение. И сам я тоже беру футболку в ответ. Приношу ее домой. Есть хоть один футболист, с которым ты никогда, никогда в жизни бы не поменялся футболкой? Нет, я слишком хороший. Слишком. Я уважаю всех игроков. Я бы с любым игроком поменялся. Не важно. Мы иногда играем и с пятой, и с четвертой лигой. Я всегда меняюсь футболкой. Мы задаем вопрос аудитории, чтобы выиграть твою футболку. Есть какой-то факт, который мало кто знает, и который ты хотел бы, чтобы аудитория отгадала? Понимаешь, сейчас есть интернет, все и так все знают. Окей, окей, тогда делаем по-другому. Смотри, так как ты один из самых статусных и известных игроков, который приехал в Россию, мы попросим аудиторию. Ребята, мы попросим вас, чтобы вы задали вопрос Андре. Самый интересный получит вот такую вот футболку. С автографом. Кстати, когда Андрей перешел в Спартак, их начали сразу раскупать, поэтому, возможно, их уже нет в продаже, Спартак не успел их подготовить, но у вас она будет. С автографом Андре Шюрли. Ждем ваш вопрос. Только не слишком личный. Кстати, ты смотришь кого-нибудь на ютубе вообще? Да, ты знаешь, мой любимый ютубер Вилл Смит. Смотришь его канал? Посмотри, это очень круто. Правда, очень смешно. Но ты мне тоже нравишься. Ты мне тоже нравишься. Ты можешь написать по-русски свою фамилию? Моя семья говорит, что это выглядит как Поппер из Уберкинга. Это выглядит как W, you know? О, K, P, E, R. Андре, смотри. В России происходит так. Когда человек начинает играть в футбол, он своему тренеру, я не знаю, делает проставку или там что-то, ну как минимум покупает пивас. Я предлагаю сегодня сделать Томасу Тухелю подгон. Мы идем с тобой в ресторан и приготовим для него пельмени. Первые твои пельмени вообще в жизни. Ты знаешь, что такое пельмени? Да-да, я знаю, что это. Я один раз ел их в ресторане. Я предлагаю слепить Тухелю пельмени и отправить ему в Париж из России с любовью. Спасибо от тебя, хорошо? Может, тогда сделаем пельмени с овощами? Тухель не очень много ест мяса. Да, вообще одни овощи ест. Но нет, не то чтобы вообще одни овощи, но в большинстве случаев. Я тоже, кстати. Я только иногда мясо ем. Совсем немного. Не едят мясо. Как такое у мужика? Да, я знаю, что в России все любят мясо. Насколько я знаю, твоя жена модели из Казахстана. Обычно модели в России вообще не готовят, они не стоят у плиты. А как твоя жена готовит? Не, моя жена любит готовить. Она много готовит дома, очень вкусно. Экспериментирует, попробует разные блюда. Она вообще любит готовить. Мне повезло. Андрей, чтобы ты понимал, если ты в России не приготовишь пельмени, то тебя до конца здесь никогда не примут. Смотрите, у нас здесь водка. Напротив Кремля мы располагаемся. Сейчас будем лепить пельмени для Томаса Тухеля. Смотрите, у нас такой фон. Андрей, а? Да-да-да, мы не пьем. Андрей переживает просто, что все подумают, что мы пришли к с ним бухать. У нас стена водки. Мы сейчас будем готовить пельмени из свинины. Андрей, ты, кстати, знаешь, какая кличка у твоей команды? У Спартака? Нет, нет. Мясо? Мясо. Какая кличка у ЦСКА, с которыми тебе 19-го играть? ЦСКА? Я не знаю. Нет. Это тоже что-то про мясо? Говядина? Нет. Нет, не коровы. Нет, нет. Ягнятина? Ну, не лава. Конь, да, конь, хорошо. Ну, конь против свиньи. Мы сейчас приготовим пельмени из свинины, потому что как без пельменей со свининой? И мы сделаем с vegetables для Томаса Тухеля, окей? Главное, чтобы пельмени, которые работали Тухелю, да, они не про Тухеля, и доехали до Парижа. Такой вот подгончик от Андрея. Я вот в Сибири. Да, там очень холодно. И мы в детстве, знаешь, как проходил мой вечер, мы с родителями садились и вот такой штукой катали пельмени, лепили пельмени, и в этот момент мы разговаривали. Твоя мама вот это часто готовила? Да, каждый день. Да у меня теща то же самое готовит дома. Какое блюдо ты можешь приготовить, и какое блюдо ты никогда не будешь есть? Когда мы готовим дома, мы никогда не делаем что-то из мяса, из рыбы. Дома мы готовим только самую легкую еду. Мы любим авокадо, овощи жарить очень любим. Много, на сковородке, в азиатском стиле. Конечно, в Германии тоже очень сильная традиция готовить мясные блюда. И такие блюда, как шницель, например. Как случилось так, что после чемпионата мира ты отравился, и у тебя начались проблемы с здоровьем? Это из-за курицы было. Я не знаю, что там было, но, скорее всего, она была не до конца приготовлена. Все было чуть сыровато, и я съел. Заболел с альмонеллезом. Живот страшно болел. Недели две-три точно. Я потерял 6-7 килограмм. И долго в себя приходил. Я и так-то тощий, а стал вообще дричь. Так что месяца 3-4 у меня ушло на то, чтобы прийти в себя. Ты сейчас вегетарианец? Насколько прям жестко или все-таки ешь мясо? Нет, я иногда ем мясо. Я не веган на 100%. Не вегетарианец. Все по ощущениям. Если я реально хочу мясо, я ем мясо. Если я хочу рыбу, я ем рыбу. Все остальное время стараюсь есть что-нибудь другое. То есть, получается, сейчас мы готовим вареники или пельмени с овощами для тухеля, а если мы приготовим пельмени со свининой, то вы их можете съесть, да? Да, конечно. Конечно, я всегда, когда приезжаю в новую страну, ну вот как сейчас в Россию, я стараюсь пробовать традиционную еду. А традиционная русская еда – это пельмени и мясо. И я буду есть без проблем, потому что я хочу попробовать, почувствовать это. Большая проблема российских футболистов, что мы, когда начинаем какую-нибудь вечеринку, не знаю, там, пить пиво, например, мы не можем остановиться. Я знаю, что в Германии там два бокала пива и пошли спать. Какой алкоголь ты себе можешь позволить вообще? Что ты любишь выпивать? И выпиваешь ты вообще? Я люблю красное вино, потому что даже один бокал вечером – это окей. Это даже полезно. И после хорошей игры, или когда просто играли хорошо, я люблю прийти домой и выпить бокал хорошего красного вина. Это мой самый привычный напиток. Вот поэтому я стал чемпионом мира, потому что один бокал вина красного я никогда не мог себе позволить. Да, можно что-нибудь отсюда взять. А ты пробовал? Да, конечно, пробовал. Пробовал, но не так много. Может, одну какую-то пробовал. Только когда приехал сюда, выиграли хороший матч и попробовал немного. Мастер-класс от шефа. Так, вылезай тебя. Ты готов? Да, погнали. Еще мне делать? Да. Есть, да. Это сейчас для Томаса Тухеля ты готовишь с любовью. Как он тебя растил, понимаешь, Андрей? Как он тебя из второй команды Майнса поднимал наверх, в основу. Точно. Томас, только для тебя. Только для тебя. Это что у нас? Это цветная капуста. А, цветная капуста? Супер. Да. Андрей сделал пять вот этих штучек. Мы можем сделать варенье с цветной капустой и с пельменем с сибирской. Мы, предварительно, берем штучек, смазываем водой. Что-то я не помню, чтобы мы водой дома в психике не смазывали. Ну, потому что тестом мы потсохли. А, потсохли. Берем фарш. Немного, да? Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Это как медитация, я понял. Я у нас. Детели. Потом. Потом. Это как медитация. Не проблем. Класс. Помогить. Андреич. Это мы для себя пока делаем. Ну как, нормально. У нас чемпионы мира когда-нибудь готовим. У него лучше получается, чем у меня. Кто сибиряк, я не пойму. Ты или я. Зак, говорай. Вот. У меня первый раз. У нас студенты. Здравствуйте. Ох. Давайте сделаем для Томаса Тути. Андре, погнали. Поехали. Андре, вот сейчас ты уже становишься по-настоящему грузифицированным. Тяжело, да? Это очень тяжело. Тяжело, да? Прям тренировка. Чемпион мира у нас готовит пельмени. Ребята, огонь. Андрей уже вспотел, я тебе могу сказать. Прям подустал. Андре, какое у тебя на базе самое любимое блюдо? Я им сказал, что мне в каждое блюдо нужно добавлять авокадо, потому что я очень люблю авокадо. у меня всегда с собой есть авокадо. Чай, чай подъеду. Чай без молоком. Без молоком. Без молоком. Попробуем? Попробуем? Да, попробуем. Го-о-о-о! Так, здесь молодцы. Попробуем? Попробуем? Попробуем. 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 Маэстро. Спасибо. Спасибо. Андрей, что ты понимал? В моей карьере вот это единственный медаль, брат. Это моя единственная медаль. Томас, специально для вас, специально для вас из России. Так, здорово. Можно я еще приеду полепить? Лада, помощь нужна? Привет! Брат, ты... Как у тебя это получается? Я на ютюбе посмотрел заранее. Томас, давай так. Если после этих пельменей ты выигрываешь лигу чемпионов, то ты соглашаешься, что я приехал у тебя по снимам для красавы. Ну, ребята, круто, да? Это удивительно! У нас прекрасно получается. Мы сейчас еще вот это тесто используем. Мы приготовим еще как минимум столько же пельменей и вареников и отправим тухелью. Я хочу, чтобы ты на вот этом блокнотике, я надеюсь, ты уже герб узнаешь, Спартак Москва. Спартак? Да. Чтобы ты написал Томасу все, что ты хочешь. Своему тренеру, который сделал тебе самый крутой старт в карьере. С какой любовью он пишет, да, ребята? Ты когда-нибудь мог подумать, что ты будешь сидеть в центре Москвы лепить пельмени для Томаса Тухеля? Да нет, наверное, нет, но это очень здорово. Мне очень нравится. Это отличная идея. Надеюсь, он получит их и попробует. Томас, приятного аппетита! Надеюсь, эти пельмени очень вкусные. Мы очень старались, когда их лепили. Пробуем? С этим, да? Опа, давай! За вас, ребята! Ммм, вкусняшки Хорошие, да?! Если ты зовешь в Алтуну, ты можешь. Ну в камеру? Красавно! wechsel hurt Давай попробуем, ребята. Проход по флангу. Там за подачу ты подрабатываешь. Да, а потом подхожу к камере. Красава! Супер! мы это отправляем Томасу Духелю я тебе обещаю, что они до него дойдут и ждем ответку, понравятся они ему или нет да, пожалуйста, я очень жду Андрея, скажи мне честно, вот когда ты переходил Спартак что ты знал об этом клубе? я много знал, некоторые игроки из Германии здесь тоже играли Тоски, например конечно, я знал про Спартак но разумеется, узнаешь больше, когда здесь живешь общаешься с командой, смотришь на клуб, на стадион перед тем, как я подписал контракт, они меня в свой музей сводили так что я много узнал об истории клуба они показали мне игроков, вошедших в историю с одним пожилым сотрудником из медиа мы очень много говорили об истории клуба я смог задать очень много вопросов он там очень давно работает и знает абсолютно все Патрис Севра, когда переходил в Мачестер Юнайтед он купил несколько фильмов, чтобы посмотреть историю клуба ты будешь как-то изучать историю клуба? да, я бы очень хотел, потому что это исторический клуб не только в России, но и во всем мире да, я бы хотел узнать больше я задаю много вопросов старожилам клуба многие болельщики думают, что когда супер статусный иностранец переходит в российскую команду то он переходит за баблом бро, для всех болельщиков скажи, ты приехал за кэшем или за футболом? не, я же до этого тебе говорил, что не все крутится вокруг денег я приехал сюда играть в футбол, я хочу научиться чему-то новому и я хочу играть в футбол с успехом а в Спартаке получается и играть, и зарабатывать понятно, что деньги это важная составляющая не только футбола, но и вообще но это не главная причина, по которой я сейчас здесь, в Спартаке что должно случиться, чтобы после этого сезона, который ты в аренде ты надолго остался в Спартаке? все должны быть счастливы клуб должен быть доволен мной, а я должен быть доволен клубом просто должно быть спокойно на душе от фанатов, от клуба, от команды а там посмотрим, что будет сезон будет длинным могут быть и взлеты, и падения посмотрим, что будет в следующем мае ты один из самых позитивных футболистов, которого я знаю я с тобой провел несколько дней, я тебе желаю прежде всего здоровья и больше побед ну и конечно же побить рекорд, который ты сделал с Маньцем больше 15 голов и больше 4 голливуд-передач до сезона спасибо большое спасибо спасибо красава спасибо 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 Продолжение следует...